Приветствую! В этом видео мы поговорим о законопроекте 10.379, который касается ответственности за уклонение от воинской обязанности и воинской службы. И поговорим мы не в целом о этом законопроекте, а только о отдельной части этого законопроекта, об одном из предложений. Это предложение касается установления уголовной ответственности за отказ от прохождения ВЛК и лечения. Давайте посмотрим этот законопроект и посмотрим, как там это все изложено. Вот его текст, подписанный премьер-министром, и мы просматриваем, проматываем, вернее, в самый низ сюда и смотрим вот эту часть его, последнюю, предпоследний абзац. И что мы здесь видим? Частину первую статті 336 Криминального кодексу Украины после слова «мобилизации» дополнить словами, у том числе «відмову від проходжения медичного огляду ликования». Чтобы нам ясней была картина, то мы берем с вами сейчас вот эти слова, у том числе «відмову від проходжения медичного огляду ликования» и, скажем так, помещаем, помещаем вот сюда, в эту статью 336. То есть текст будет такой «ухылыня від призову на військову службу під час мобилизации» и вот тут после слова «мобилизации» добавят вот эти слова «у том числе відмову від ВЛК від ликования». И санкция остается прежняя – от 3 до 5 лет лишения свободы. Вот такое предложение нам делает Кабинет Министров, а именно он сейчас выступает инициатором этого законопроекта. И здесь, конечно, у нас возникает с вами сразу масса вопросов. А соответствует ли это Конституции, соответствует ли это другим законодательным актам и вообще идее прав человека? И давайте посмотрим, соответственно, мы Конституцию сначала. Вот мы знаем, что есть здесь статья 28, где сказано, что «жодна людина без її вільної згоды не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам». То есть, что мы здесь видим? Мы здесь видим запрет, по сути, на проведение исследований в отношении человека. Но можно сказать, да, что вот эти досліды, слово досліды можно по-разному трактовать и сказать, что оно не подходит, потому что це не дослід, да? Что це медичне обстеження по своей сути не является дослідом. Здесь бы я хотел упомянуть еще одну статью Конституции Украины. А именно статью 49, где написано, что «Кожин має право на охорону здоровья, медичну допомогу та медичне страхування». То есть, в Конституции закреплено право на охрану здоровья и право на медицинскую помощь, но в Конституции не закреплена обязанность получать эту медицинскую помощь. И казалось бы, да, ну как ты можешь не получить эту помощь? Но это же право человека, получать помощь или нет. И это право, оно детализировано в основах законодательства Украины о охране здоровья. И здесь в статье 43 сказано, что згода информованного, відповідно до статьи 39 цих основ, пацієнта необхідна для застосування методів диагностики, профилактики та лікування. То есть, закон говорит о том, что для того, чтобы человека диагностировать, для того, чтобы его лечить, нужно его согласие. При этом, при этом, здесь есть еще и случаи, когда человек, когда его согласие не нужно. Вот давайте почитаем эти случаи. Згода пацієнта чи его законного представника на медичное втручание не нужна. Лише в разе наявности ознак прямої загрози жизни пацієнта за умови неможливости отримания субъективных причин згоди на такое втручание від самого пацієнта чи его законных представников. Ну, то есть, человек там без сознания, допустим, находится, да, у него тяжелее кровотечение. Понятно, нужно помогать, потому что человек умрет, да, и мы не можем ни у кого спросить, нужно это делать или нельзя. И, соответственно, ну, наш случай не подходит сюда. При этом, обращаю ваше внимание, что вот здесь же в 43-й статье сказано, что пацієнт, який набув повної цивільної діїздатності і усведомлює значення своїх дій, то може коруваты ними має право відмовитися від лікування. То есть, право на отказ от лечения прямо предусмотрен действующим законодательством. Но, конечно же, не все так просто. Почему не просто? Потому что у нас есть закон о воинской обязанності і воинской службе. Сейчас мы его посмотрим. А в этом законе, в 10-й часті статті 1, закреплено такое правило. Громадяни, которые приписаны до призывных дельниц, або перебывают у запаса ЗСУ, СБУ, СЗРУ, или проходят службу у воинской резервы, обязаны, и ось что они обязаны, проходите медичный огляд та лікування в лікувально-профилактичных закладах згідно з рішенням комісії з питань приписки, призовної комісії, або ВЛК відповідного районного ТЦК та СП. И здесь мы, с одной стороны, видим с вами определенную конкуренцию норм. С одной стороны, закон ОВО-ИВС говорит, что человек обязан проходить медицинский осмотр и лечение. А с другой стороны, основы законодательства об охране здоровья говорят о том, что человек может отказаться от лечения. И без его согласия ни диагностики, ни профилактики, ни лечения не может быть. Но а над всем этим стоит Конституция Украины, которая, да, имеет в 65-й статье указание на обязанность человека проходить воинскую службу, но при этом в Конституции Украины нет обязанности человека проходить медицинские осмотры и лечение. При этом есть право на медицинскую помощь, а не обязанность получить эту помощь. Что будет на практике, посмотрим. Но с учетом того, что уже за последние два года в принципе есть такой принципиальный сдвиг, суды выносили решение и привлекали людей к уголовной ответственности за отказ от прохождения ВЛК, правда это было по 337-й статье, то мне думается, что если законопроект 10.379 будет принят, будут внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс Украины, суды будут принимать соответствующие решения и выносить обвинительные приговоры за отказ от, соответственно, ВЛК и лечения. Хотя у меня есть подозрение, что вот это слово «проликувание», да, скорее всего, в дальнейшем будет удалено из этого законопроекта. А вот ответственность за отказ от прохождения ВЛК вполне возможно останется в тексте законопроекта. В любом случае будем следить за развитием событий, будем смотреть, как изменится этот законопроект. Если вы хотите быть в курсе новостей по вопросам мобилизации и выезда из Украины, то подписывайтесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok